Приветствую вас, Анастасия Натрот. Во-первых, я хотел бы выявить, наверное, некоторую такую систему в вашем поведении. Потому что, ну вот, понимаете, если мы говорим о вашем поведении, то оно изобилует такими не очень сознательными, к сожалению, не очень сознательными поступками. Да? Вот. То есть, ну, например, первое. Вы развелитесь своим первым мужем. Почему? Ну, не совсем понятно. Почему вы развелитесь своим первым мужем? Да? Что там было? Что произошло? Не понятно. Дальше. А вы беременеете от человека и рожаете несмотря на то, что он против этого. Но против того, чтобы появился сегодня ребенок. Вот. Вот. Беременность тоже. Вопрос интересный. Потому что, как бы неприятно это не звучало, но беременность незакланированная, очевидно. Если неожидаемая. Это проявление безответственности. Как минимум. И безответственности в том числе ваших. Вот. Я понимаю, что я рискую навлечь на себя ваш гнев, но, тем не менее, ну, безответственность. Здесь это безответственно. Вот. Просто потому что... Мужчина явно не хотел, чтобы родился ребенок. Дальше. Ребенок расстается. И вы почему-то ждете и ожидаете, что человек будет, ну, позитивно к нему относится. Конструктивно к нему относится. Вот. Ну, у меня по этому поводу тоже есть вопрос. Почему вы, собственно говоря, так считаете? Вот. Почему вы, собственно говоря, так думаете? Что вас натолкнуло на такую идею, на такую мысль о том, что человек будет конструктивно воспринимать тот факт, что появился ребенок. То есть это, мне кажется, как минимум, нужно рассматривать. Как минимум, мне кажется, это нужно определить. Вот. Потому что это важно. Это важно. Это очень важно. Важный момент. Но вы его практически не раскрываете. Вот. Дальше. Мужчина, соответственно, теперь реагирует на то, что вы родили ребенка по сути против его воли. Кроме того, что вам не стоит. Но этот момент никак не раскрываете. По факту. Вот. Вот. И вы обещаете на него за то, что он, ну вот, значит, вам не проявляет внимания, не звонит, не проводит время с вами и прочее. То есть это тоже вопрос отвлекает. С кем с вами? То есть кто это мы? Вот где, собственно, где эти мы вообще находятся? Потому что никаких мы нет. Есть вы, есть ваши дети, есть ваш ребенок. Вот. Но никаких мы нет. Никаких мы не существует. И это вопрос по вашей, опять же, личной границе, к сожалению. Это вопрос про личной границе. Это вопрос про то, насколько вы отделяете, да, насколько вы отделяете себя от других людей. Насколько вы отделяете себя от, там, к примеру, ну, там, от своего ребенка, допустим. Сколько вы отделяете. И отделяете ли вы вообще. Вот. Это важно. Это очень важно. Это правда очень-очень важный момент. Вот. Значит. Дальше. Как достичаться до мужчин? Мужчин, спрашивайте. Как за него достичаться? Ну, ответ здесь может быть следующий. Ответ может быть следующий. Достичаться до человека возможно только если вы будете говорить с одной стороны. Лишь. О себе. И с другой стороны, если вы будете говорить на языке более или менее понятным молодому человеку, эээ, мужчине. В остальных случаях нет, ээээ, в остальных случаях, ээээ, ситуация не будет успешной. И для этого мне можно поисследовать технику, эээ, технику Я-сообщения, например, где, как раз таки, ээээ, вы сможете научиться адекватно выращать свои мысли, свои идеи. Вот. Ну. Более-менее. Вот. Тут тоже нужно, нужно руководство. Эээ, руководство. Психологов. Есть еще. Ээээ. Другие способы бесконфликтного общения. Они более сложные. Ну, они немного более сложные. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, что об этом можно поговорить будет более подробно. Вот так. Задайте себе вопрос. Два вопроса. Первое. Какой мотив мужчине быть с вами и делать то, как вы хотите? Зачем нему это? Это первое. И второй вопрос звучит примерно так. Во второй вопрос звучит примерно так. Что изменилось в вас или в нем? Ваши отношения стали другим. Ведь когда-то же было все хорошо. Вот. Ну, и не было так. Он развелся с первой женой, как не просто так выразили с первым мужчином. Тут, судя по тому, что у вас не сказываются вторые отношения. Второй брак имеет место быть сценарное поведение, то есть системное поведение. Такие характерологические особенности. Человек в одних и тех же ситуациях поступает одинаково. Вне зависимости от контекста, независимости от задачи, независимости от... Самое главное от своих желаний. Вот. Это... Очень важно. Что-то... Вот так. Это все нужно... Исследовать, прорабатывать, корректировать. Все у вас будет в порядке. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится в самом лучшем образом. Продолжение следует... Продолжение следует...